А вы знаете, какова на вкус конопля? Нет, мы не предлагаем вам попробовать что-то запрещенное. Пищевая конопля – это даже не новый, а старый, забытый суперфуд. У нас испокон веков она была. На уровне государства его развил Петр I, издав указ о развитии конопляных и пеньковых промыслов. Сейчас это все восстанавливается, возрождается. Заведение под названием «Дом конопли» меньше года назад открылось в центре Москвы. Прежде чем открыть дом конопли, повесили название. И, соответственно, к нам постоянно приходили на проверки. Все, наверное, органы, которые только существуют по названию, они все у нас уже побывали здесь. Все мы объясняем, что такое конопля, что это не наркотик, что это полезные свойства, это уникальный продукт. Коноплю можно протестировать в разных видах – как еду, как косметику и как одежду. Мы также использовали коноплю в строительных материалах. То есть конопляное масло мы использовали как в штукатурке. Мы сделали, например, барную стойку из конопли. Также у нас диваны с коноплей, ковры с коноплей, у нас здесь матрас с коноплей, у нас всякие декоративные элементы с коноплей здесь. Даже меню кафе напечатано на конопляной бумаге. В магазине можно купить самые разные продукты – шоколад, урбеч, масло, выпечку, мармелад, муку, протеин и, конечно, семена. Часть продукции есть также иностранная, та же самая продукция, которая не только у нас представлена, но и за границей. А есть и ряд продукций уникальных, которые только у нас. То есть мы, например, здесь запустили сейчас и макароны из конопли. Мы здесь также запустили урбеч, здесь есть потрясающий продукт – песто из конопли. Ну а в небольшом кафе можно попробовать и необычные блюда. Мы сделали акцент на продукты без мяса, без рыбы, разработали интересные десерты. А шеф-поваров мы искали тех, у которых был опыт в работе с вегетарианством, но не тот, который вегетарианец. Потому что для того, чтобы развиваться, нужно все равно пробовать все. Здесь подают сырники с кремом на основе конопляной халвы. Заплатить придется 350 рублей. А на вкус обычные сырники с ореховым соусом. Другой вариант за ту же цену – конопляная паста с конопляным песто. От традиционного варианта блюда на вкус отличается мало, зато здесь больше важного для здоровья белка. А запить можно ягодным смузи на конопляном молоке. Цена – 250 рублей. Пишите в комментариях, как вам такой концепт заведения. Захотелось попробовать? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!